Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, посмотрела я пиратскую жизнь. Посмотрела я эти идиотские видосы. Ну что сказать, я просто пребываю в шоке от того дна, которое я посмотрела. Это какое-то днище, просто самое настоящее днище. Но я уже всего у них на канале насмотрелась, и, собственно, можно сказать, что и удивляться-то не стоит, потому что они могут опуститься ещё и ниже. Но праздновать, ржать, как кобыла, веселиться и говорить при этом праздник и годины по маме, имя которой даже окружающие рядом собутыльники не знают, но это вообще, это сверх моего понимания. То, что они оба придурочные, ребят, это уже понятно всем. Но чтобы уже до такой степени опускаться, я не знаю, это пёрлись без приглашения и названивали. Люди отсутствовали дома или вообще не хотели их пускать к себе домой, не знаю, ребят. Я даже комменты прочитала под этим видосом, и хочу один зачитать. Да, приехать незваными в гости, обрывать телефон, ждать у подъезда, потом ещё с работы забирать, чтобы побыстрее всё было. Это уже верх наглости и бестактности. Уже только потому, что люди не берут у вас трубки, можно понять, что вы надоели, вас не хотят видеть. Но у Нины нет ни совести, ни достоинства. Одно только огромное желание – поесть в гостях. И ради этого плевать на приличие. Беда Наташи в том, что она всегда накрывает вкусный стол. Нужно хлеб и сахар, тогда желание беспардонно припереться к занятым и уставшим людям резко убавится. Подумайте об этом Наташа. Наташа не подумает, ребят, она так и будет стелиться под пиратов, потому что Вовка там Вовка, а нужен он ей, Вовка, обратно. Я не думаю, что он там ей нужен. Вы знаете, ну, действительно, сверх наглости. Без предупреждения припёрлась. Попёрлась в магазин. Устроила эту показуху, что она там развела три тысячи. И якобы купила дорогущий торт, но всего лишь шашлычков, два шампурчика. Всего лишь. Ребята, не себе больше берут жратвы, себе больше берут мясо, нежели на приличную компанию из пяти человек. Причём, возможно, и Дашка же была бы дома, пришла бы поесть. Мясо-то она любит, это рыбу не любит. Но я почему-то думаю, что Даша там не живёт, поэтому её и не было. Возможно, она как раз-таки и живёт в квартире у бабушки Фовкиной, как пиратка постоянно говорит в квартире. Это, прикиньте, сидели, ждали, пиратка извелась, бзымчала на Вован. Что, как это так? Припёрлись, да? Столько времени потратили, столько денег потратили, чтобы припереться. Топливо. Да ещё в магазине, прикиньте, какая затарка. Она сидела и возмущалась. И уже после такого бы её на порог бы не пустила. Но Наташа будет пускать, она будет прогибаться. Я даже более чем уверена, что и Дашка будет дальше прогибаться под пиратов. Потому что их всё устраивает. Халявный Василёк. Да и Фовка досмотрен. Хотя так досмотрен, что эти руки просто ходуном ходят. Там уже страшный тремор. Там, походу, сахар зашкаливает, ребят. Серьёзно. Ну и дальше, чё, прикиньте. Поехали они менять эти болты. Заплатили 80 рублей. Я думала, пиратка выскочит из машины и от счастья побежит бегом уже к Наташиному дому. Это сколько радостей было. 80 рублей заплатили. Да если бы она знала, она в жизни бы три косаря не тратила на жратву. Она в жизни бы туда не ехала. Но это, знаете, это было уж специально наиграно, что якобы годины, она же дома сказала, что по маме годины. Но зато за столом заявила праздник. Праздник годины. В моём понимании годины – это год. Но не как, сколько она там сказала, 19, что ли, лет. И в моём понимании годины – это вспомнить ушедшего человека в другой мир и говорить тёплые добрые слова, вспоминать. А здесь даже имени никто не знал её мамы. Понятия не имел. И это, слушайте, поминки, так называемые, с тортиком и шашлыком. Главное, бухла побольше. Если бы ещё Натаха и тазик супа ей налила, она и это бы сожрала. Эту морду налила вином. Красная стала до ужаса. И ржала, ржала, как кобылица. Поминки, да? Празднуем поминки по маме. Порвали три баяна, выпили цистерну Бухарева. Правда, пиратка. Ну и дно позорное. Их там видеть не хотят, а они прутся. Ну, значит, сразу хочу сказать, что я отметила для себя, когда я посмотрела на Наташу самые первые кадры. По ней было заметно, что она недовольна. Человек с работы. А тут уже сразу надо стол накрывать. Понятное дело, что она на трезвую голову, она недолюбливает Нинку. Ну, Вовка, он Вовка, он брат. Какой бы ни был, они всегда его примут в гости, накормят, напоят. А её понятно, что недолюбливают. Но они держатся до первого стакана. А там любовь-морковь. Как говорится, вино в роте. Простите, продолжать не буду. Тут так и у этих, да. Как только алкашка в желудок попала, так сразу настроение поднялось. И любовь. Сразу все такие любящие. Ну, а как увидела я, как Иван закидывает, это жуть, слушайте. Я думала, он рюмку проглотит. Ну, собственно, у нас пиратка мало чем отличается. Она, прежде чем глотнуть, слушайте, пополощет этот свой язык в вине. Да неважно. Минеральная вода, компот, чай. Фу, как это мерзко, ребят. Я уже в последнее время не могу смотреть, когда она пьёт. Если с бутылки, то это всё горлышко готово залететь прямо в глотку к ней. Когда с кружки этот язык валится в эту кружку. Вот знаете, вот как будто действительно у человека чего-то не хватает в голове. Подчистили со стола всё. Прямо всё практически сожрали. И, естественно, вино тоже нужно было допить. Поэтому пиратка дала команду, давай, Фофа, нам с Натахой разливать. Чтобы у Натахи ещё больше настроенницы поднялось. Чтобы не была такая злющая, как только изначально она появилась в кадре. Ну, а дальше торт. Да, как же? Как же, чтобы пиратка ещё и тортика не нажралась. Ну, а потом, значит, в машине сидела и рассказывала. Всех накормила, всех напоила. Да, поминки устроила. И веселилась, ржала, как кобылица. Через каждое слово это г-г бесконечное. А про маму практически и не вспомнили. Называется, действительно, отпраздновали поминки. Да, несчастная мать пиратки, кого она воспитала. Поминками прикрыла пиратка. Самый настоящий праздник глотки и живота. В который раз, ребят, убеждаюсь, какое же они днище. Да и Натаха с семейкой ничем не отличаются. Изначально я, ребят, когда начинала смотреть их канал, то ещё как-то более спокойно реагировала на Фовкину родню. Мне всё казалось, что они порядочные, приличные, просто гостеприимные люди. Но я понимаю, что совсем-совсем они неприличные люди. Такие же любители вмазать, как пираты, которые готовы прогнуться за василёк, пофигу, что унижают их брата. Но абы пристроен был, неважно кому, абы сыт был, был одет, да, и тепло в ножки было. Знаете, для меня никогда этого не понять. Но фуфло, оно и в Африке фуфло. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok